Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала ОТВ. В эфире программа «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и телекомпании Одинцова. Одной из горячих тем последних месяцев остается ситуация с последствиями реконструкции Минского шоссе. Именно с последствиями, поскольку в Общественную палату обратились граждане, жители лесного городка и поселка Вниисок, обеспокоены результатами строительства и реконструкции Минского шоссе. Дело в том, что дома, расположенные в этих населенных пунктах, утопают в воде весной и осенью, а также после ливней. Ситуация непростая, и мы в ней сегодня постараемся разобраться вместе с гостями нашей студии. Итак, участники программы «Разберемся» сегодня. Это председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Одинцовского района Максим Цебуляк и представитель инициативной группы городского поселения «Лесной городок» Елена Курила. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Я также хотела бы напомнить нашим зрителям, что вопросы по заявленной проблематике вы можете задавать по телефону прямого эфира 508-86-84. Звоните обязательно. Но прежде чем мы перейдем к дискуссии и обсуждению проблемы, я предлагаю зрителям посмотреть сюжет, который был снят моей коллегой Марии Шматковой несколько месяцев назад как раз в «Лесном городке». Жизнь жителей деревень Акулово и Бородки, села Дубки, поселка Внеисок за последние годы изменилась. Новая дорога и реконструкция Можайского шоссе на этих территориях добавила хлопот каждому. Весной с обильными дождями и таянием снега на дачной участке стекается вся вода. Когда-то зеленые уютные поселения на глазах превращаются в болото. Система водоотведения не справляется с мощными потоками воды. Люди доведены до отчаяния. У многих до сих пор затоплены дома, гаражи. В 2013 году «Автодор» начал свои работы по расширению дороги. И в связи с этим нарушилась эта система наша. То есть теперь просто-напросто с точным водом некуда попадать. Они здесь стоят и образовалось болото. Эта новая дорога перекрыла нам сток воды. И в настоящее время нас топит от того конца. Здесь поднимается почти на метр воды. Жители затопленных территорий неоднократно обращались в строительную компанию «Автодор». Но там их, как они сами признаются, никто не слышит. Дорога «Северный обход» функционирует в полную силу. При этом система водоотведения не работает. Компания собирает деньги и ни рубля не вкладывает в исправление собственных ошибок. Вы понимаете, поселок Дубки, здесь нет централизованного водоснабжения. То есть все мы пьем воду из колодцев. Из своих колодцев. Колодцы, которые проходят по улице, находятся на улице. Но вот вы понимаете, что если здесь так стоит вода, в принципе она стоит так же, если пройти по улице, она по улице в куветах так стоит. Вот эту воду мы пьем. Другой у нас нет. Точка кипения настала после очередных проливных дождей, когда под водой скрылись все посевы, а часть домов была испорчена. Теперь людям предстоят дорогие ремонтные работы. 31 мая у «Северного обхода» прошел несанкционированный митинг. Люди едва не перекрыли выезд на платную трассу. Жители деревни Акулова, села Дубки, деревни Бородки, поселка Внесок устали от бесконечных затоплений наших участков. Каждый год в период павлоков, а также во время дождей, наше хозяйство оказывается залитой водой. Это приводит в порчу нашего имущества и угрозе нашего здоровья и нашей безопасности. Здесь становится жить просто невозможно. Уважаемые зрители, посмотрели сюжет. Тема наша, проблема обозначена. Но дело в том, что представители компании «Новая качество дорог», которым мы адресуем обязательно вопросы от жителей, которые сейчас были в показанном сюжете, мы адресуем чуть позже. Вот Вячеслав Некрас появится в нашей студии. А сейчас мы некий мостик перекинем к аналогичной проблеме, которая образовалась в результате реконструкции Минского шоссе. Вот Елена расскажет нам подробнее, в какой момент затопило дома, жилые и дамажилый сектор. Вот расскажите, Елена, с какого момента начались проблемы у вас? За период реконструкции Минского шоссе, я представляю, во-первых, жителей, которые живут за кранами, вот в районе затопления, где нет водоотведения, где вырублен лес, где идет реконструкция Минского шоссе. Уже, наверное, с 2012 года были встречи с администрацией, были встречи, вот Максим, с общественной палатой, был круглый стол, за которым присутствовали, наконец-таки, представители Автодора. Решались наши вопросы, но до конца они не решены. Нам хотелось бы, чтобы наш микрорайон был благоустроен по проекту, чтобы не было вот этих затоплений, чтобы было водоотведение, озеленение благоустройства по проекту. Мы хотим. Елена, я так понимаю, что беспокойство жителей появилось в 2012 году, да? Началась уже активная переписка, диалог, да? Да, очень много заявлений в Автодоре, в Голицынском отделении. Очень много заявлений, да, очень много. То есть, что в первую очередь обеспокоило вас и в самом начале, да? Если мы берем вот 2012 год, 2013, до обращения общественную палату, и вот в какой ситуации сейчас жители микрорайона, назовите микрорайон? Микрорайон Восточный. Восточный. Жители микрорайона Восточный. В какой ситуации сейчас там не находится? То есть, это вода, это... Вырублен вот этот лес, который был защитным экраном от Минского шоссе, которое значительно поднялось во время реконструкции. Здесь что у нас? Единственный подземный переход, он затапливается. Работы ведутся без соблюдения правил техники безопасности. Канавы. Нет освещения вдоль Минского шоссе. Снятые в период реконструкции шумозащитные экраны в настоящее время, установлены фрагментами и требуют увеличения. На встрече за круглым столом представитель автодора нам пообещал, что якобы вырубленный лес нам восстановят. Была встреча. Елена, мы к круглому столу чуть позже перейдем. Мне хотелось бы сейчас вопрос адресовать Максиму. На каком этапе общественная палата подключилась к этой проблеме? В июне этого года, после обильных ливней, поступили звонки на горячую линию общественной палаты о том, что ситуация в лесном городке просто катастрофическая, все затапливает. Также сюжеты, похоже, были показаны по федеральным каналам. Это, если вы помните, провал на Минском шоссе после дождей. Вот как раз в этот момент лесной городок заливало очень сильно. В этот же день представители общественной палаты выехали на место, провели осмотр вместе с инициативной группой и представителями администрации, с которыми мы узнали, что уже эта проблема длится несколько лет, и компания «Автодор», по словам жителей и администрации, на контакт никак не выходит. Мы тогда подключились к этой проблеме, официально пригласили представителей компании «Автодор» на встречу. К сожалению, на первой встрече с ними не удалось пообщаться. Мы тогда инициировали организацию «Круглого стола», на которой пригласили представителей «Автодора», «Росавтодора», «Голицынского филиала», представителей общественной палаты Московской области, на котором задали в лоб вопросы к присутствующим представителям «Автодора». А все-таки мы обязательно поговорим еще о «Круглом столе», у нас будет даже репортаж, поскольку присутствовала съемочная группа на этом «Круглом столе». Почему все-таки «Автодор» не шел на контакт? С чем это было связано? Почему? Почему было такое некое противостояние? Вы знаете, я могу сказать, почему возникла такая напряженная ситуация. Банально не было информированности населения, ни администрации. «Автодор» заканчивает свои работы, это и видно, что Минское шоссе сделано красиво, все хорошо, шумозащитные экраны стоят. Но получается, что для одних людей мы делаем благо, для водителей, для автолюбителей, а про людей, которые проживают за другую сторону шумозащитных экранов, почему-то забывают. И с той стороны творится полный бардак. Там незакрытые люки, никак не огороженные, там канавы. Это все опасно для детей и жителей, которые там проживают. Это не то, что неудобно, какие-то неудобства, что, естественно, они доставляют неудобства, но это опасно. Почему шел «Автодор»? У нас задача была не выяснить, почему они не шли на контакт. Но у нас была задача привлечь их к работе и обязать, чтобы они выполнили свою работу. На данный момент ни мы, ни инициативная группа, ни администрация, мы не видели проекта по благоустройству данной территории. У нас представители «Автодора» на круглом столе заявили, что да, они выполнят ряд работ до 31 августа, посадку деревьев до 2 сентября. Все это занесено в протокол. По итогам этой встречи, да, круглого стола. И после круглого стола была встреча, да, в понедельник буквально на днях. Чего удалось достичь в результате этой встречи с представителями «Автодора»? Нет, мы, к сожалению, еще проекта не видели, протоколы, да, в нашей встрече нас не ознакомили. Но дело в том, что уже вот близится, осталось практически буквально неделя, да, а никаких работ, никаких поползновений нет. Понимаете, что самое страшное, за этот период мы не знаем, будет ли озеленение, будет ли водоотведение, потому что вся вода идет на микрорайон, она идет под Минку, она идет на микрорайон без водоотведения систем. Там просто нельзя. Мы даже не знаем, не видели проект. И хотелось бы, чтобы специалист, который понимает в этом деле, чтобы хотя бы нам показали, жителям показали этот проект, чтобы знать, как оно правильно сделано. Мы просили сделать, поднять нам экраны, потому что даже если они посадят деревья, все равно шум просто идет безумный. Катастрофически очень страшно, тяжело жить в этом районе, просто жутко. Вы присутствовали, да, на этой встрече? Да, да. Мы просто просим помощи у вас, у общественной палаты, которая нам помогает. Вот я просто снимаю шляпу перед этой организацией, что люди работают в этой общественной палате. Вы помогаете. Мы просим помощи у чиновников. Мы, ну вот, господин Иванов говорил, Андрей Иванов, что экология в приоритете, да, должна быть, что жители должны быть в приоритете. Поэтому вот конкретно нам нужна помощь, конкретно нашему микрорайону, потому что живут здесь тысячи людей, которые ездят на работу, которые не могут пробраться даже вот на электричку пройти, понимаете, вплавь люди идут. Вот, поэтому вот водоотведение очень важно, поэтому вот как-то хотелось бы полностью, чтобы был проект благоустроен, сделан хорошо, качественно. Вот на сегодняшний день трудно говорить. Есть ли он, существует ли этот проект? Проект вообще существует ли? И как он будет сделан? Поэтому осталось очень мало времени, но вот уже надо бить просто в набат. И мы просим помощи. Просим помощи. Об этом проекте говорили за круглым столом? Да, мы попросили предоставить этот проект, и я надеюсь, общественная палата будет представлена, как и ряд других проектов, о которых мы говорили на круглом столе. Потому что проблема автодора, она касается, к сожалению, не только лесного городка, еще и городского поселения Одинцова, и Кубинка, о которой на круглом столе мы не успели поговорить. К сожалению, времени не так много было. Поэтому работы здесь очень много, с одним автодором только. Я предлагаю сейчас нашим зрителям узнать подробности круглого стола, который прошел администрация 12 августа. Это внимание. Жители тщательно подготовились к встрече с автодором. Было сформулировано 24 вопроса по самым острым проблемам. Землеотвод, водоотведение, ливневые стоки, подземные и наземные переходы, освещение, озеленение и благоустройство территории, которая находится за защитными экранами северного обхода. Модератором встречи выступил председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов. В общественную палату Одинцовского муниципального района уже год мы как существуем в новом качестве, после перезагрузки, поступило порядка 200 обращений по отвратительному качеству строительства федеральных трасс, развязок и прочему. Сама трасса хорошая, едешь на машине, по хорошему асфальту, машина нигде не подпрыгивает, отбойники стоят, звукоизоляционные заборы высокие. А то, что творится за звукоизоляционными заборами вдоль дороги и кромки леса, например, вдоль дороги и пешеходным переходом, не лезет ни в какие ворота. Поэтому на сегодняшнее заседание мы пригласили средства массовой информации представителям вот этих крупных компаний, которые строят в нашем районе и в ваших районах строят вот эти большие наши дороги. Заместитель руководителя администрации городского поселения Лесной городок задал представителю компании «Автодор» конкретные вопросы и самое главное спросил о сроках устранения всех недоделок и дальнейшей эксплуатации дороги. Когда едешь по трассе, может быть, люди вас в душе где-то благодарят. Но за экранами суммы защитные, там, где люди проживают, я уверен, что они, скорее всего, проклинают. Представители компании в этот раз были готовы к ответу. Сергей Милюков заверил участников «Круглого стола», что все претензии жителей к «Автодору» будут устранены в самые кратчайшие сроки. 1 сентября все работы будут завершены и в дальнейшем, если будут поступать жалобы, компания готова их решать. Гарантийный срок эксплуатации никто не отменял. Достигнуто соглашение о том, что на этой неделе мы пройдем там ножками, так сказать, и все эти вопросы водоотведения в первую очередь. Да, мы будем все это дело рассматривать устранить. Следующий момент. Сразу вот по вопросу восстановления якобы вырубленного леса, да, на территории городского поселения. Это не было предусмотрено, затраты, значит, эти не были предусмотрены в нашем проекте, но деньги на это найдены. И до 1 сентября там будут высажены зеленые насаждения. Я вам могу, можете занести в протокол. У жителей Одинцова появилась надежда. Подушкинскую дорогу откроют. Автодор передал техническое задание на строительство примыкающей дороги к северному обходу. Теперь дело за компанией автомагистраль. Именно ей принадлежит этот отрезок дорожного полотна. Уважаемые зрители, это телепроект «Разберемся». Мы работаем в прямом эфире. И к нам присоединился директор ООО «Новое качество дорог» Вячеслав Анатольевич Некрасов. Мы будем говорить о северном обходе города Одинцова. Но перед этим примем звонок от наших зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Максим, я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Обращаюсь к вам с большой просьбой, как бывшая ваша учительница, Галина Викторовна. Здравствуйте, Галина Викторовна. Так, Максим, у нас такая проблема. Значит, еженедельно, уже в течение месяца, я звоню по телефону 596-45-42 диспетчеру и прошу починить нам развалившееся крыльцо. Я живу по Северной 54-5 подъездку. Девушка очень весело мне отвечает, что я обязательно скажу Алексею Михайловичу, и он вам сделает. Прошел месяц. Никаких подвижек. Уже я обращалась к вашим коллегам, которые две недели тому назад были в эфире. К сожалению, экологи, они тоже не помогли. Максим, я очень прошу вас. Скажите, у вас управляющая компания Тому ПЖХ, насколько я понимаю. Да, да. И потом у нас еще такая проблема. Когда идет дождь, у нас на крыльце по щиколотку воды. Мы не можем выйти из подъезда. Эта вода идет в подъезд. Естественно, и запах, и гниет все. Окажите нам, пожалуйста, помощь. Конечно, мы в рамках своей компетенции обязательно поможем. Ваш телефон записали, мне обязательно передадут, я с вами свяжусь. Спасибо. Спасибо большое за участие, за ваш звонок. А мы продолжаем говорить о дорогах. И сейчас будем говорить о Северном Акоде города Одинцова, обслуживанием которых занимается новое качество дорог, предприятие, которое вы возглавляете. Поступало немало вопросов, обращений от жителей города Одинцова в адрес общественной палаты. И мы эти вопросы собрали, и хотим вам сейчас их адресовать. Вячеслав Анатольевич, первый вопрос. Наболевшие, с чем вызвано повышение тарифов на платной дороге? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что повышение как такового, да, физически все увидели его. Но в историю немножко надо окунуться. Дорога была введена первый этап в ноябре 2013 года. И так как она была не закончена, конституционерам было принято решение не устанавливать те плановые тарифы, которые были запланированы сразу по вводу, когда дорога была закончена. Это порядка где-то 80% от запланированного дела. В феврале 2015 года было закончено второй этап строительства дороги, то есть она опущена была в полном объеме. И мы абсолютно планово стали выходить на те показатели, которые сегодня заложены в конституционные соглашения. То есть те 150 рублей для наличных и 100 рублей на первом ПВП, да, в ближнем к Москве, и 100 рублей на втором дальнем. При этом мы на сегодняшний день очень четко делаем границу между нашими пользователями постоянными и те разовые, которые к нам приезжают. Для постоянных пользователей, которые сегодня пользуются нашими автоматическими средствами регистрации проезда, транспондерами, мы не изменили тарифы. И на сегодняшний день, как они были, 95 рублей как на первом, так и на втором ПВП, так и осталось. То есть получается, что тариф был запланирован, но об этом просто до какого-то определенного момента не говорилось? Ну, мы, да, мы, наверное, все-таки немножко упустили, да, просто к дороге полюбили ее, а потом уже... Нет, упустили более массовость, мы предупреждали. При этом программа оповещения жителей, то есть участников движения, она начиналась за три месяца. Может быть, просто мало было информации. Мы сконцентрировали информацию на ПВП, но там достаточно очень много, да, когда едет информационный шум, может быть, мало замечали, обращали внимание. Но на самом деле мы это размещали и пытались это сделать и через СМИ, и через журналы, газеты. Наверное, просто немножечко недоработали. А так это было за три месяца объявлено. Вот мне хотелось бы, чтобы Максим сейчас озвучил проблематику, которая уже была заявлена сегодня в эфире, связана с затоплением близлежащих хозяйств к дороге деревни Бородки, Акулова. У нас много обращений идет от жителей в данных населенных пунктах. И также течет вода с платной дороги. Это при проезде по Можайскому шоссе в сторону области в районе Гусарской баллады при пересечении. Это много роликов в интернете, так называют Одинцовский водопад. Когда люди приезжают, то есть люди платят деньги, вы их получаете, а люди, которые едут по дороге общего пользования, на них течет вода. Люди, которые живут с вашей дорогой, на них течет вода. Хорошо, я услышал вопрос. Давайте все-таки вот еще раз. Я повторюсь, я уже говорил, что мы такие же участники жизни Одинцовского района, как и местные жители. Мы тоже местные жители, на самом деле. И надо поставить, вот ваша программа «Разберемся», она как раз очень хорошо, название хорошее. Сам Северный обход Одинцова – это платная дорога, построенная консессионером. И она имеет свои границы, за которые несет ответственность консессионер. Да, на сегодняшний день мы реализовали проект в полном объеме. И те системы, ливневые, водостоки, дренажные системы, они работают в полном объеме. Но наши системы взаимодействуют с городскими. То есть сегодня, на сегодняшний день, именно в наши системы присоединяются городские сети. Мы постоянно сейчас пишем ТУ. Что происходит? Что такое Северный обход Одинцова, который находится вообще, находится в зоне ответственности консессионера? Общая дорога, это начинало МКАД, заканчивается на Минском шоссе и имеет шесть развязок посередине. Это Подушкинская, Красногорская, Можайская и на Первую Успенскую. Консессионер, в зоне ответственности консессионера находится дорога от Усовской железной дороги, это километр от МКАД, до основной ход, до Минского шоссе. При этом все развязки – это не наша зона ответственности. Это объективная ситуация. Это строил госкомпания «Автодор» и, например, та же Можайская развязка, деревня Бородки и Дубки, о которой мы говорим. Из восьми съездов – это сложное транспортное сооружение трехуровневое, Можайское шоссе в полутуннеле, Кольцо, потом Северный обход Одинцова сверху. Плюс с Северного обхода на эту дорогу есть четыре въезда, которые в области, которые из Москвы. На двух, которые мы едем, например, из Москвы в сторону Можайского шоссе, расположены наши ПВП. Это наша зона ответственности. И когда мы врезаемся в кольцо, там она заканчивается. Вот эти вопросы стыка наших всех коммуникаций на сегодняшний день должны решаться. Не только конституционерам. Мы готовы обсуждать. То есть совместно, да? Да. Сама проблема находится на стыке определенных ответственных лиц, компаний, которые отвечают за… Да, мы готовы обсуждать со всеми участниками, но без участия администрации Одинцова такие вопросы решить невозможно. То есть еще раз мы посмотрели все те жалобы пользователей, посмотрели. В нашей зоне ответственности мы на сегодняшний день навели порядок и наводим. К сожалению, действия наших соседей, которые сегодня с нами вдоль нашей дороги располагаются, это поселки, тоже Немчинов-Карамашково, да, которые развиваются, девелоперские, своей деятельностью также они, к сожалению, влияют и на деятельность и состояние инженерных и искусственных сооружений дороги. То есть они тоже подключаются, не санкционированы, начинают сливать, прошу прощения, к нам фекалии, сливать ливневые истоки, которые у них идут. При этом у нас образуются наши инженерные сооружения, которые, забыли, запроектированы под нашу дорогу, к сожалению, не справляются уже с тем потоком, который идет к нам со стороны. Предусмотрим. У нас есть звонок от зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Елена. Я хотела бы вот о чем сказать. Адрес Можайское шоссе, угол дома 85 и 83. Местные жители знают, там находится у нас фруктовая палатка, как мы ее называем. И вот сейчас начнутся дожди, идет осень. Вот хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на этот участок, потому что начинаются дожди и огромное образуется лужа. И она, вы знаете, она уже несколько лет, вот несколько лет назад сделали эту как бы дорогу, асфальтировали. Ну, видимо, сделали или неправильный слив, там, не знаю, отлив или уклон. И там, получается, всю осень стоит огромнейшая лужа. Потом она, соответственно, покрывается льдом и дальнейшее идет разрушение дороги. Вот, пожалуйста, обратите на эту ситуацию. Вот, потому что уже жители обращались, не знаю, много, но, в общем-то, вот каждый раз идет дождь и образуется эта лужа. И из года в год все остается на прежнем уровне. Вот, хотелось бы эту лужу, конечно, убрать нам. Она здесь, честно говоря, мешает нам очень. Надо убирать, Максим, лужу. Мы свяжемся с представителями компании МОП «Фодосток», узнаем, запланированы ли у них работы по данному адресу. Вот, если не запланировано, ну, я думаю, скорее всего, по факту. Будет лужа, будем решать этот вопрос. Вначале мы все узнаем. В любом случае, надо разбираться. Еще один вопрос, Вячеслав Анатольевич, связанный с жителями Новой Треугорки. Вот, на что они могут рассчитывать в ближайшее время? Сегодня в объем конституционного соглашения Треугорка не входит. Это должны все понимать. Разобрались, все. То есть, конституционер сегодня выполняет договор, и в нем развязка на Треугорку не существует. Но, в настоящий момент, я знаю, это администрация Денцова и компания «Автодор», и с нами, с конституционером вместе, занимаются разработкой проекта для того, чтобы реализовать ее. Треугорка будет построена, будет построена в усеченном, сначала на два этапа разделено, будет выезд в Москву из Треугорки и съезд из области в Треугорку. Вот в такой конфигурации. При этом она будет в платном режиме. Будет построена и будет эксплуатироваться в платном режиме. Что касается пешеходных переходов, предусмотрены ли они? На каких участках? На сегодняшний день в зоне ответственности конституционера, опять же, нет пешеходных переходов. Мы обслуживаем дорогу. Все, что, если там построен пешеходный переход перед Подушкинским шоссе, находится в зоне ответственности госкомпании. Мы с ними обсуждаем эти вопросы. Когда они присоединяют там что-то, согласован, выдаем технические условия на присоединение к сетям. Это наша работа. Вы вводите информацию, может быть, каких-то перспектив ближайших? Нет, к сожалению, не могу сказать. Мы на сегодняшний день обслуживаем вот эти проходы, которые существуют вместе с подрядчиком по содержанию «Мастер-тресс-сервис». Это вот переходы на Лазутинскую расу пешеходные. Там граффити очень красиво нарисовали недавно. А перспективы устройства мы пока что не обсуждали. Максим, насколько эффективно общественная палата работает в этом управлении? Некий итог такой, может быть, оценку деятельности. И, может быть, вы со своей стороны тоже дадите оценку работы общественников. Поскольку вот у нас Елена Курила была в эфире, представитель лесного городка. Она сказала, что если бы общественная палата не мешалась в ситуацию, связанную с лесным городком, затоплениями, то не сдвинулась бы смертной точкой ситуации. Сегодня мы вам тоже, вот в лице Максима я задала вопросы, связанные с повышением тарифов и так далее. В принципе, вы готовы к диалогу, если, например, будут какие-то горячие темы, проблемы, которые поднимают жителей и хотят добиться конкретного ответа от вас. Обязательно. Смотрите, у нас второй год такой эксплуатации интенсивной, да, и мы понимаем, что общение обязательно, да. Даже деятельность общественной палаты по флешмобам, которые мы не приветствуем на самом деле, но надо разобраться, чтобы не допускать каких-то фатальных ошибок, не допускать, ну, как нанесение ущерба друг другу. Ну, а здесь понимаете, почему происходит? Есть платная дорога, есть компания, которая обслуживает. Для жителей без разницы, кому она принадлежит, на каком участке заканчивается зона ответственности. У них есть проблема, соответственно, кому они к первому? Кто эксплуатирует дорогу? Ну, кто ближе всего, правильно? Кто ближе всего, кого можно руку протянуть? Мы всегда на связи, наш горячий телефон по всей дороге мы разместили для того, чтобы пользователи могли своевременно, и порядка 100-200 обращений ежедневно мы получаем. Мы готовы обсуждать, мы готовы рассказывать, что мы делаем, и может подсказать, на чьей территории или на чьей стороне проблема. Потому что, что я видел на круглом столе, все обсуждали проблемы, но как к ней подойти к решению, я не увидел. К сожалению, общественная палата может хорошее начинание, но пока что результат ноль. Вы знаете, у нас есть звонок нашего зрителя, и эфирное время у нас катастрофически заканчивается. Тогда, наверное, уже мы не будем принимать звоночек, запишем. Мы записали все координаты, обязательно свяжемся с вами. Уважаемые зрители, время эфира и стекло. Я благодарю участников нашей дискуссии «Не поставлена точка». И я уверена, что в любом случае, любая ситуация должна разрешиться благополучно, ведь наша задача – работать в интересах жителей Одинцовского района. Правда? Это был телепроект «Разберемся» на ОТВ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова